Друзья, всем привет! Сегодня я хочу рассказать вам, как именно я занимаюсь поиском жилья, как именно я ищу себе комнату. И напомню, что на этом у меня есть всего лишь неделя. Также поделюсь с вами впечатлениями от просмотренных мною кое-каких вариантов. И также в конце ролика вы узнаете, удалось мне все-таки найти себе комнату или нет. Поэтому оставайтесь со мной, не забудьте подписаться и поддержите меня лайками. Ну что ж, начнем! Еще, будучи дома, я просматривала разные варианты в разных источниках. Для чего я это делала? Для того, чтобы узнать хотя бы приблизительно ценовую политику, знать, на что мне надо рассчитывать и сложить свой бюджет хотя бы на ближайшее время. Как бы подготовить такую себе подушку безопасности. И какими же источниками я пользовалась? Я пользовалась всего лишь тремя сайтами. Это AutoDom, это AllX и это Facebook. Еще, начиная дома, я просматривала там варианты. И уже по приезду сюда, в Варшаву, конечно же, я начала рыскать в этих сайтах уже, чтобы конкретно договариваться и бронировать себе жилье. И немножечко расскажу отдельно о этих сервисах. AutoDom, действительно очень удобный сайт. Очень удобно там выбрать разные фильтры и ценовую политику, и что тебе нужна, комната или целая квартира. Если целая квартира, то сколько комнат. Даже можно выбрать район, в котором ты хочешь, и просматривать уже чисто варианты по этому району. Тот факт, что есть фильтр поиска только комнаты, очень упростила мне жизнь и сэкономила очень много времени. Действительно, очень удобный сайт. Рекомендую. OLX, тоже достаточно удобная платформа для поиска жилья. Но я считаю, что более удобный для тех, кто ищет квартиру целиком. Так как я искала только комнату, к сожалению, я не могла в фильтре выбрать комната. Поэтому мне пришлось рыскать по всем этим объявлениям, где нигде было написано, что только комната. Поэтому для меня там было очень сложно, очень временно затратно. И как результат, я ни одного варианта с OLX так себе и не подобрала. И Facebook. Вот где кладезь информации. В том числе и кладезь информации для тех, кто ищет себе жилье. Поэтому, если вы выбрали уже город для переезда, быстренько регистрируйтесь и вступайте в группы, связанные с этим городом. И я вам советую вступать не только в группы русскоязычные, потому что такие есть группы, как бы, все свои в Варшаве, да. Или русскоязычные в Варшаве. Это я про Варшаву говорю. Но знаю, что есть и во Варшаве, и во многих, почти в каждом городе есть сообщество наших людей, русскоговорящих, украинцев, белорусов, россиян, где они создают группы и помогают друг другу. Но также вступайте и в группы чисто польские. Я как раз пользовалась такой группой, польской. Она называется Варшава, покой и мешкание в Инаю. Действительно очень удобная группа. Можно там тоже в поиске вбивать, что ты ищешь комнату, квартиру. Если квартиру, то сколько комнат. И что очень упростило жизнь, что там есть кнопочка сразу высылать сообщение арендодателю. И уже вы можете потом общаться напрямую с арендодателем через мессенджер. Что еще приятно удивляло, так это то, что цены там порядком ниже, чем в том же Отто доме. Я не знаю, чем это связано. Наведу пример, что на Отто доме найти комнаты до 1000 злотых совсем действительно было очень сложно. Но в Фейсбуке таких вариантов очень много. И очень быстро идет коммуникация. Не надо вызванивать, спрашивать, что тогда как. То есть нажал на кнопочку, спросил свободно. Если занято, идешь дальше. Если еще комната свободна, уже договариваешься о встрече. Вот и все источники, которыми я пользовалась. Я считала, что мне этих трех источников хватит с головой. Вариантов будет много. Но, к сожалению, вариантов было не так много. Но все-таки что-то и удалось подобрать, чтобы пойти и посмотреть. А теперь делюсь с вами своими впечатлениями от просмотренных мною вариантов. Вперед! Ребята, я пришла осмотреть один из вариантов комнаты, квартиры. Это тот вариант, который я нашла в первые два дня своего поиска. И эта квартира трехкомнатная, недалеко от центра. И все вместе выносит 900 злотых. Сейчас я буду ждать хозяина и уже расскажу вам, как там было и все детали. Ну что, ребятки, я вам скажу. Райончик очень красивый. Ну как красивый? Уютненько, тихо. Мне, в принципе, понравился райончик. Но квартира трехкомнатная, это хорошо. Но как только я зашла в квартиру, я поняла, что там живут еще двое мужчин. То есть вы понимаете, не знаю, женщины меня, наверное, поймут. Когда заходишь в чисто мужское общество, сразу чувствуешь, что там живут только мужчины. Ну, конечно же, на кухне бардак, в туалете бардак. Комната хорошая, комната большая. Диван такой можно разложить на двухспальный. Шкал большой, шкал большой, стол. То есть комната, все, что надо, то есть. Но соседи, я считаю, что соседи это очень важно. И я спросила у хозяйки, где живут девушки. Она говорит, не знаю. В основном. Так что, ребята, вот такая-то история. Друзья, с вами опять я. И у меня сегодня два варианта еще для просмотра. Эти комнаты я нашла на фейсбуке через группу, которую я вам говорила. И я приятно удивлена и ценовой политикой. И, конечно же, я очень рада, что там живут только одни девчонки. Ну что ж, пойду осматривать и потом поделюсь с вами впечатлениями. И, ну что ж, друзья, делюсь с вами своими впечатлениями. Итак, две квартиры. Две квартиры очень хорошие. Мне они понравились. Одна чуть больше, другая чуть меньше. Район Мокотов. Относительно квартиры в одном районе. Единственный минус это то, что до метро надо доезжать пару остановок. Но зато в пешей доступности остановка на трамвай. И квартиры трехкомнатные, так как я и хотела. Одна чуть посовременнее и чуть побольше. Другая чуть поменьше. И комнатка поменьше. И там живет прекрасная собака. Прекрасный пес Леон. Цена вопроса. За одну комнату идет 700 злотых, плюс 50 злотых за коммуналку раз в два месяца. За другую квартиру 750 злотых, плюс раз в два месяца 50 злотых коммуналка. В первой квартире интернет идет в цене. Во второй квартире интернет надо самостоятельно себе придумать, что с ним делать. И какие у меня впечатления. Две квартиры мне понравились. Но в одной мне не совсем понравилось общение с сожительницами. Да, девочки как-то так настороженно относились. Может, хотя они видели в фейсбуке, что я не полька. Но как-то такое отношение, что мы попрощались на той ноте, что они сказали, что ладно, мы подумаем, подойдете вы нам или нет. А в квартире с собакой девочки очень такие позитивные. Никаких там претензий из-за того, что я иностранка, я не видела. И тем более я у них напрямую спросила, есть ли вам не проблематично, что я с другой страны. Они говорят, нет, все нормально, будет все в порядке. Поэтому до конца дня мне желательно бы определиться, потому что у меня поджимают сроки. И так что буду вечером определяться. И, ребятки, да, это свершилось. Мне удалось за неделю найти себе комнату, найти себе жилище. Поэтому через пару минут мне надо отсюда, с этой комнатой чудесной съезжать. Мне надо собирать, ага, эти чемоданы и отправляться в путь. Что это за комната? Вполне себе уютненькая комната. Немножко меньше, чем той, в которой я сейчас нахожусь. Но все необходимое есть. Диван есть, шкаф есть, комод есть, лампа, ночной столик, все есть. Это та комната, где я вам рассказывала, что в квартире живет миленький воспитанный пёс. Поэтому, да, сегодня последний день моего тут перебывания. И предпоследний день я уже подписала умову, уже заплатила залог. И мне это удалось. Сама не верила, сама уже переживать начала, удастся или не удастся. Но таки это случилось. Так что следующие ролики уже будут выходить в новой обстановке. Я уже смогу хотя бы один пункт своего плана вычеркнуть. И хотя бы одной проблемой станет меньше. Ну а на этом у меня всё. Спасибо, что вы смотрели. Спасибо, что остаетесь со мной. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok